Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня 9 октября 2023 года. Господи, как быстро бежит время и как уходит быстро жизнь любого человека. Но задумываешься об этом только когда уже приходит время уйти от дел, подумать о вечном. Вчера, друзья, на Израиле, где я сейчас нахожусь, упали тысячи ракет. Погибли более 200 человек, сотни раненых, десятки сейчас их считают угнанных в плен в качестве заложников. Весь мир кричит и осуждает. А как же наши ребята? Почему мир не оплакивает их каждый день? Подумайте, вы скажите, интересно. Я пару лет пережил в Израиле несколько налетов. Я своими глазами видел, насколько успешен железный купол. И как здесь берегут жизнь каждого человека. В радиусе 300 метров от меня сбили несколько ракет. Невероятно эффективная защита. Практически ракеты религиозных фанатиков не достигают цели, но пугают население и вызывают радость у всех антисенитов мира. У фанатиков, которые обычно мало чего достигают в жизни. Потому что вера в Бога и фанатизм – это совершенно разные вещи. Мне никогда не понять радости от смерти человека. Не понять. Любого человека. И только у фашистов и фанатиков радость от убийств. С человеком, с его жизнью умирает целый мир. А ведь каждый из нас был создан Творцом для какой-то цели. Для великой цели, которую мы не можем понять и не поймем. Потому что бесконечен мир, бесконечны возможности Господа и пути его неисповедимы. Для какой цели мы созданы, знает только он один. Цель моего сегодняшнего вступления, умудренного в жизни человека и политика – обратить ваше внимание на ужасные процессы, которые переживают сегодня не только конкретные страны, а глобально все человечество. Раньше об этом даже не надо было думать. Такой проблемы не было. Проблема глобальная в том, что постепенно и очень-очень быстро, я полагаю, в течение 10-15 лет, процесс перемещения людей, способных работать, получать профессии и жить по-человечески, в страны, где это возможно, практически закончится. Что же будет с отсталыми странами? Отсталые страны станут настолько отсталыми, что никакие изменения в них будут уже никогда невозможны. Они будут постоянно находиться друг с другом в войнах, а их жизнь, людей, которые там живут и не понимают, что такое демократия, ну да ладно, она будет похожа на жизнь животных. Поэтому мне нравится устремление правительства постсоветских стран в Европейский Союз. Ну так просто, туда невозможно попасть. Для этого нужны демократические изменения. Какие, я много раз говорил, я не хочу эту тему поднимать больше. Если кто захочет, поговорим. Другая же половина человечества будет богатеть со страшной силой. Не за счет полезных ископаемых этих богом забытых стран, а за счет технологий, послушайте, технологий сохранения жизни. Вот последние изобретения, они дошли до мозга человека. Вживляются чипы и уже прошли испытания, которые, например, позволяют парализованным людям общаться друг с другом. Они не могут говорить, но они могут мыслью общаться, мыслью материальную. Таким образом, в демократических странах будут все больше и больше процветать люди и счастливее жить. А в странах постсоветских, как я думаю, африканских и других, откуда бегут с утра до вечера несчастные, бедные и голодные, но желающие своим детям счастья, они будут беднеть. Ведь большая часть нефти, газа, особенно алмазов, золота, платина, лесов, морей находятся, например, в Африке и России частично. Но никто из богатых демократических свободных стран от олигархии туда ехать и добывать что-то не собирается. Когда я, например, спасаясь от бандитской власти Януковича, а потом и Порошенко-Слуценко уехал в Грузию, меня буквально под руки подхватил тогда министр МВД Ваномир Абешвери. Но потом он премьером стал. Он сел за руль, стал рассказывать мне, как хорошо делать бизнес в Грузии. Вложи, вложи быстрее свои деньги. Завез меня на 5 минут в ГАИ, сделал грузинские права, и я увидел, действительно, нету очередей. Но когда я спросил его, а как у вас с судами? Он говорит, да какие суды? У нас суды независимые. Наоборот. Мне каждый день Миша звонит. У него, чтоб ты знал, есть брат, адвокат. Ты ему не верь. Он меня спрашивает, а как мой брат? Он не вмешивается в судебные процессы? Да. Сказал, что они независимые. Ну, потом были встречи с Акашвили. Все это есть в моих роликах. И вы знаете, чем закончилась наша дружба. Я много сделал для Грузии. Вы знаете, что и памятник построил в самом лучшем месте Киева. И место под посольство выделил. Это очень дорогое удовольствие. Но для Грузии это все обошлось бесплатно. Лично свои 300 тысяч долларов дал. Вот. Для памятника. Ну, ладно. Потом я прижился немножко, стал разговаривать с людьми и понял, что ровно все наоборот. Грузия отличается от постсоветских других стран коррупцией только тем, что она у нее сосредоточена на самом верху. То есть, внизу никто не берет. Но что делается с бюджетом наверху, никто не знает. Вот вам правда. Можно ли при такой ситуации рассчитывать на инвестиции, на вхождение в Евросоюз, в НАТО? Нет. Это нереально. Туда не берут тех, кто вместо того, чтобы строить жизнь от своих граждан, зомбирует их разными другими проблемами и занимается пропагандой. То есть, богатеет горско избранных, а судьи карманные. То же самое я слышал в африканских странах. Там находится обычно, тут у меня один знакомый попался в Израиле, так он оказался где-то в какой-то стране, не Сомали. Ой, тоже название такое. В общем, его туда увезли, он взял кредит, полмиллиона долларов и вложил в золотые и алмазные прииски. Теперь выплачивает проценты по кредиту, а его семья не имеет возможности жить в квартире, потому что у него не хватает денег постоянно. Сколько бы он ни работал, кредиты забирают, все остальное. Его обманули. Там обычно схема та же самая, только президент встречает нового инвестора в кавычках не в галстуке, ну а в африканской шкуре какого-нибудь животного. И рассказывает, что все будет хорошо, ты только вложи. И завтра золото потечет рекой. Ну, как только вкладывает, деньги, конечно, у него воруют, а потом показывают ему дулю и не пускают в сторону. Но, как бы, все одинаково, только они по-разному выглядят. Бывает, правда, что не виноват царек, потому что в таком времени, когда нужно делать разработки в какой-то шахте, в это время его уже съел другой царек. Особенно им нравятся печенки, сердца друг друга. Ну, такие дела. А вот вам, почему я начал с Израиля. Вот вам пример конкретный, двух практически идентичных народа и полностью противоположных по развитию стран. Израиль и Палестина. Да, есть территориальные проблемы. Но на примере Израиля и Палестины жизнь показывает, что не в них проблема главная, а в уровне жизни народа. Потому что все почти нормальные люди из Палестины работают в Израиле, получают хорошие зарплаты, они даже присутствуют в парламенте Израиля. Пожалуйста, все права. Но остаются те, кто фанатик, кто вычитывает где-то в какой-то святой книге, что надо убить. Непонятно мне совершенно такая философия, но она существует. И они в это верят. Ой, Господи, я был на территории, где родился Иисус. Кстати, там, где Он родился, это место открыто всего только 420 или 50 лет назад одним богатым человеком. Очень красивое место, но я видел, как выглядит территория Палестины. Это уже не Израиль. А кто им мешал сделать там второй или третий Израиль или Арабские Эмираты и жить, и жить? И вести переговоры без войны. И многое можно было бы получить. Но даже если останется какая-то небольшая территория, ты можешь из нее сделать рай на земле. И все захотят жить только в Палестине, как сегодня многие в мире хотят жить в Израиле. потому что здесь безопасно. Я видел, как работал железный купол. То, что случилось сейчас, это подготовленная акция негодяев. Негодяев. Почему негодяев? Потому что это обычная практика постсоветских стран. Да плевать на население. Мы сейчас убьем побольше своих своих врагов, а то, что они нам отключат электричество, они уже им отключили. 70% электричества в Палестине идет из Израиля. Они подумали об этом? О том, что люди другие будут без электричества. Они подумали о том, что все деньги на здравоохранение идут через Израиль. И в Израиле их не крадут. Все, что только дают Соединенные Штаты, богатые люди из арабов, другие арабские страны, все идет прямиком. Тут в бюджете не проворуешься, сразу в тюрьму посадят. Все идет туда. И сейчас все остановлено. Да плевали они на своих сограждан. Они у них и не спрашивают. Потому что для террористов самое главное показать, сколько людей они убили. Снять на пленку. Как они голову кому-то отрезали. И тогда идиоты другого слова у меня нет. Ну нет, это не то слово. Негодяи. Негодяи. Из стран фанатичных они сразу начинают финансировать это движение. Вот два человека собралось. Они ни на что не способны. Они не могут работать. Они не зарабатывают деньги. Но у них амбиции. Они хотят стать великими. Как только убили сразу можно давать название этой организации. И она начинает расцветать. И на деньги, которые начинают потоком наличкой идти этим людям, они нанимают новых и новых и новых и новых и новых идиотов. и вот вам уже самолеты, которые громят торговые центры в Америке. Огромные деньги выделяются. Куда они уходят? Вот вы видели Арафата? Вы сейчас увидите его фотографии. Ну такая ничтожная личность. Я вообще физиономист, да. лесу человека, глаза человека, это зеркало его души. То он, блин, настраивал Египет, Сирии воевать с Израилем, хватал винтовку, бежал, ура, вперед, убить еврея. Ух! Потом он ее, когда видел, что израильтяне набили им в задницу, он тут же ее бросал, падал в ноги, кто там был тогда у руководства Израиля президенту и умолял, ну дайте, 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 дайте нам дожить, дайте дожить. Вот такая шваль, и тем не менее у него все родственники, все жены, все нежены, все миллионеры и миллиардеры. А народ живет, я когда побывал на территории Палестины, и кто побывал, тот не даст мне соврать. У них на улице течет, ну, так это рядом с храмом, течет помой. На границе у них можно танк купить или самолет, там, как и во всех постсоветских странах, на таможне везде одни взяточники. Там и сигареты, и духи, и черти что, и все без оформления таможенных деклараций. Это значит, государство ничего не идет, воруют. И на это все смотрит полиция, все куплены. Попробуй полицейскому в Израиле дать взятку. Поэтому Израиль живет хорошо. Поэтому начинать можно бороться с коррупцией, не обязательно с какой-то части. Душе своей не терпеть это. Не давать гаишнику деньги, если он требует взятки. не давать взятку, если у тебя требуют ее КМДА или в каком-то другом органе. Ну, да ладно. Я говорю сейчас о самом важном, самом конце. Я прогнозирую ужасные вещи. Сейчас, пока вот мы с вами разговариваем, тысячи и тысячи людей на лодках, на плотах, черти на чем, пересекают океаны, моря, лишь бы попасть в страны, где их дети хотя бы смогут жить как люди, путешествовать, получать образование, быть счастливыми. Ведь, вот я вам скажу, мои почти, ну вот скоро 73-й год пойдет, да, я не помню даже ни одной морды ни одного президента, с кем я работал. Я не помню все гадости, которые со мной происходили, я сам по натуре человек добрый, но я помню каждое красивое место, которое мне удалось в жизни посетить. Мне так жаль, что я мало времени выделял путешествиям. Сегодня весь мир в путешествиях, но можно путешествовать и по своей стране. Как красиво Грузия, как красиво Украина, а где деньги за туризм. Ну хорошо, на Украине война, мало может кто едет. Ой, господи, а в других странах? Мы не хозяева страны своей, и до тех пор, пока ты, мой друг, не станешь хозяином, и не будешь рассуждать, как президент, как его помощник, помогать президенту с реформами, а не хочет, значит, выходить с плакатом говорить, ну вот, написано, нельзя заниматься коррупцией, поручите кому-то, чтобы кто-то этим конкретным делом занялся. Вот такие дела, не знаю, что сказать, я только знаю одно, что в течение 10-15 лет этот процесс закончится, и бедные страны станут беднеть с каждым днем все больше, убийственных войн у них будет все больше, убивать людей там будут все больше, а в странах развитых, куда сбежали те, кто мог сбежать, сплошная забота о населении. Там уровень жизни достигнет библейского 120-150 лет. Вот это я гарантирую. сказать больше нечего. Я в ужасе, конечно, от того, что произошло, но я счастлив, что я живу в свободной стране. Я могу говорить, что хочу, что думаю. Я могу заниматься хорошими вещами, и никто меня за это не преследую. Ну, да ладно, слава Украине, позор агрессору, слава тем героям, кто погибает сегодня, не зная даже часто некоторых важных демократических принципов. И вся пропаганда в постсоветских странах, там, где хотят стройки, она должна быть направлена именно на то, как люди устраиваются в демократических странах, почему они богаты, а почему мы не очень. Всем удачи, счастья и радости, и позвоните своим родителям, они ждут вашего звонка, они хотят слышать ваш голос, они скучают. Это лучшее, что вы можете сделать в наше тяжелое время. Удачи, друзья. все.